Среди имен, которые являются для Ульяновской области знаковыми, в первых рядах стоит имя выдающегося русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Совсем недавно ульяновцы отметили 209-ю годовщину со дня рождения великого романиста. И новую выставку Государственный архив региона решил посвятить местам, связанных с именем классика русской литературы. Если бы мы здесь стали перечислять все, что связано с Гончаровым, это надо было бы вспомнить, и классическую гимназию, где долгое время преподавал его брат Николай Александрович, и больницу, в которой старшим врачом был его зять Петр Музалевский. Мы взяли четыре самых таких, пожалуй, ярких, знакомых каждому и значимых объекта. Иван Александрович провел в Симбирске детство и юность, начал служебную карьеру, позже трижды приезжал на родину. Но наиболее известный всем Гончаровский адрес – дом, где он родился. По словам архивиста, современное здание выглядит совсем не так, каким его знал Гончаров. Дом не раз менял владельцев, перестраивался. В 1982 году в нем открылся единственный в мире музей писателя. В 2012 году преобразованный в историко-мемориальный центр музея Гончарова. Следующий стенд выставки посвящен первому архитектурному памятнику беседки, установленного в честь великого земляка. Он был сооружен в 1912 году на окраине деревни Виновка по инициативе Екатерины Перси-Френч, последней из рода Кендяковых, в ее имении, где у Гончарова родился замысел романа «Обрыв». В 1812 году, когда отмечалось столетие Гончарова, было много мероприятий, а в 8 вечера, ну июнь, дни длинные, прибыли гости в имение Екатерины Максимилиановны. Возле барского дома на открытом воздухе были установлены столы, она не поскупилась на угощение, играл оркестр, и была экскурсия к месту, где тогда еще только началось сооружение беседки. Третий объект выставки – дом-памятник Гончарову, или Гончаровский дом, был возведен в 1913-1916 годах на Венце по инициативе Симбирской губернской ученой архивной комиссии. Уже много десятилетий в Гончаровском доме размещены Ульяновские областные краеведческие художественные музеи. Также на выставке есть немало интересных фотографий и документов по двум монументам писателя. Один из них установлен в сквере на пересечении улиц Ленина и Гончарова в 1965 году, практически напротив дома, где родился Иван Александрович.